Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, дорогие любители музыки! Сегодня у нас необычный день. Сегодня мы приветствуем наших юных музыкантов, которых пригласили на музыкальную встречу с педагогами и воспитанниками Центра музыкального развития Дворца Творчества, в исполнении которых вы услышите прекрасную музыку на различных музыкальных инструментах. Тех, кто в этом году начал свой творческий путь в Центре музыкального развития нашего Дома Творчества. Кто-то из вас хочет научиться игре на фортепиано или флейте, на баяне или аккордеоне, на домре, балалайке или гитаре. А кто-то хочет освоить искусство вокала. Но главное, вы научитесь слышать и понимать музыку. А музыка, она повсюду! На сцене оркестр русских народных инструментов Росинка. Руководитель и дирижер Кутузова Дарья Алексеевна. Концертмейстер Комарова Елизавета Сергеевна. Мусоргский. Гопап. Городовская. Когда начинается завтра? Дербенко. Ливенский ковбой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Вам, дети, открывается огромная страна, пред вами расстилается во все концы она, и места здесь всем хватит, чтоб было вам известно и бабушкам, и мамам здесь будет интересно. Здесь дети развиваются, и мамы вместе с ними, и бабушки стараются не отставать за ними. Растут детишки с нами, взрослеют с ними мамы, и бабушки моложе становятся гадальнее. Болеют папы ваши не только на футболе, то творчество для многих важнее, чем туполе. Мир музыки, мир песен, огромный мир большой, он и велик, и тесен, он с добрую душой, в нем добрых семь волшебниц, семь фей всего живет, но каждая волшебница по-своему поет. И места очень мало им надо для чудес, их домик в три линейки, от чуда до небес, им две еще добавили, и стало ровно пять, во множество тональностей у них дано узнать. А так как они добрые, вам ключики дадут, скрипичные, басовые, вас всюду поведут, как премии, как секунды, как терпцы звучат. В прекрасном мире музыки их будем изучать. Бывают нотки радостные, бывают и печальные, но в музыкальной грамоте ничего случайного. Устойчивые нотки стоят в своем строю, а слабые подружки им песенку поют. Мы нотки неустойчивы, но только от души. Подружкам тяготеем их убивать спешим. Подружки наши верные, подружки очень важные, своей ступенькой каждая, как жизнь дорожит. В тоническом трезвучии мы места не найдем, и с автокотом тоже и вык не прийдем. Но на первом же уроке нам это очень важно. Про нотки неустойчивы всем деткам сразу скажут. Перед вами самые юные музыканты нашего центра. А споют они для вас песенку «Барабашка». Педагоги Гуща Марина Вячеславовна, Юрасова Юлия Александровна. Педагоги Гуща Марина Вячеславовна, Юрасова Юлия Александровна. Педагоги Гуща Марина Вячеславовна, Юрасова Юлия Александровна. ПЕСНЯ. ПЕСНЯ. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Композитор сочинил симфонию, сонату или романс и записал свое сочинение на нотной бумаге. Музыканты читают ноты, как все мы, книгу и слышат музыку внутренним слухом. Однако полноценная жизнь музыкального произведения начинается лишь тогда, когда садится к роялю пианист, поднимает свою бачку дирижер, когда флеетист или трубач подносит к губам свои инструменты и затихают слушатели. Как вы, сидящий в концертном зале или театре? Одним словом, когда произведение попадает в руки музыканта-исполнителя и начинает звучать. У многих дома стоит пианино, а на нашей сцене рояль. Эти инструменты объединены общим названием фортепиано. Фортепиано — это удивительный инструмент. На нем можно сыграть песенку и симфонию за целый оркестр, исполнить оперу или пьесу, написанную для скрипки. Конечно, в переложении для фортепиано музыка будет звучать несколько иначе. Но это будет та же самая музыка. Сколько прекрасных произведений создано специально для фортепиано. Для него писали и Бетхолин, Шуберс, Рахмани, Шостакович и многие другие композиторы. И сейчас мы послушаем несколько произведений в исполнении этого удивительного инструмента. Игнатович Яна, Петр Ильич Щековский, Камаринская. Из детского альбома. Педагог Евсеева Екатерина Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Ну, конечно! Вот это приятно! Три струны, а звук какой! С переливами, живой! Узнаю его в момент, этот звучный инструмент. Галалайка! Это добра! Пел с душою? Молодец! Будешь знатной ты! Иец! Тридцать маленьких ребят на ступенчиках стоят. И с улыбкой в день весенний все поют про день рождения. Голоса, как на подбор, выступает детский. Голос! Мозорные три струны все в России влюблены. Голос! 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 Очень древний и простой инструмент внутри пустой. Палочки упруго бьют, ритм ансамбля задают. Он всегда бывает рад за собой вести парад. Голос! Голос! Все мы очень любим слушать, как поет у нас Тамара. И в руках ее послушно, шестиструнная. Голос! Голос! Кто невежливый такой, повернулся к нам спиной, стал размахивать руками, прямо в зале, перед нами? Не приучен он к порядку или делает зарядку? С кем звучит оркестр или хор? Знаем. Это... Гимисой! У него рубашка в складку. Любит он плясать в присядку. Сорок пуговиц на нем с перламутровым огнем. А сейчас они буян. Голосистый мой... Ребята, вы знаете очень много музыкальных инструментов. Молодцы! А группа «Музыкальный проект» сейчас... Вспомнит для вас композицию-сценку. Из чего же? Педагог Борисенко Анна Александровна. Педагог Борисенко Анна Александровна. Сделаны наши девчонки. Вы из педистов и добристов. Из треугольников и ксилофонистов. Сделаны наши девчонки. Из коровочек и тарелок и стрещоток и пропаганок. Сделаны наши мальчишки. Педагог Борисенко Анна Александровна. Педагог Борисенко Анна Александровна. Сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки. И из балалайек и ботанок. И из горбошек и деревянных ложек. Сделаны наши девчонки. Педагог Борисенко Анна Александровна. Педагог Борисенко Анна Александровна. Сделаны наши девчонки. Продолжение следует... Наш концерт продолжается. Ребята, а скажите мне, какой инструмент является самым нежным и хрупким? За каким инструментом необходим тщательный уход? Правильно, это человеческий голос. Он самый первый и самый прекрасный музыкальный инструмент. Если вы задумываетесь над тем, почему и когда человек поет, то обнаружится, что пение — это спутник эмоциональных состояний, радости, подъема, беззаботности. В исполнении вокального ансамбля хоровой студии «Малиновка» вы услышите произведение «Старый рояль» Марка Мимкова, класс педагога Шурейбер Светлана Андреевна, концертмейстер Евсеева Екатерина Владимировна. «Старый рояль» Песня «Старая» 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 В вокальном искусстве существует три вида исполнительства. Это академический вокал, народный вокал и астрадный вокал. И сейчас мы вам расскажем о народном вокале. Фольклор – вкусное народное творчество, зародившееся глубоко в древности. От английского слова «фольклоры» – народная мудрость. Русские композиторы часто в своем творчестве обращаются к фольклору своего народа – сказкам, былинам, преданиям. В исполнении солистки фольклорового ансамбля «Рябинушка» в Черкесовой Арины прозвучит песня «Ах ты, бабочка молоденькая» педагог Пикова Валерия Валерьевна, концертмейстер Комарова Елизавета Сергеевна. Ах ты, бабочка молоденькая, Чернобровенька хорошенькая, Уж не ты ли меня высушила, Без мороза сердце вызнам пила? Ой, рина-ри-на-ри-на-ри-на-на, Рина-ри-на-ри-на-ри-на-на, Эка! Ой, гуляй-гуляй, удал голова, Разлилась половишняя вода, Заливалась все болота и луга, Оставался один маленький лужок, Спыскавался по мне миленький дружок. Ой, рина-ри-на-ри-на-ри-на-на, Рина-ри-на-ри-на-ри-на-на, Эка! Ах ты, бабочка молоденькая, Эк! Догадайтесь, что за инструмент? Нет, деревянный, духовой, Имеет прямой цилиндрический корпус. Раньше был деревянным, Сейчас его делают из металла. Правильно, флейта. С глубокой древности известна флейта. Например, флейта пана, Которая выглядела как простая дудочка. Первое упоминание поперечной флейты Относится к 9 веку до нашей эры в Китае. В наше время среди флейт Существуют разновидности. И продольные, и поперечные, И открытые, и закрытые. Всем известны свистковые флейты. Сапилка и сапель, Ну а также поющие. Это малая или флейта пикола, Альтовая и басовая. И сейчас мы услышим живое звучание флейты. Пол Карова Марии исполнит хор охотников из оперы. Фон Вебера, Больный стрелок, Педагог Солнцева Иззавета Юрьевна, Концертмейстер Юрасова Юлия Александровна. Альтовая, Больный стрелок, Педагог Солнцева Иззавета Юлия Александровна. Альтовая, Больный стрелок. Альтовая, Больный стрелок. Альтовая, Больный стрелок. Еще есть один прекрасный инструмент. Это гитара. Гитара от греческого лира. Род струнощепкового музыкального инструмента. С деревянным корпусом, резонатором в форме восьмерки и с длинным грифом. Именно такую информацию мы найдем, обращаясь к музыковедческим изданиям и словарям. Но как же на самом деле происходило рождение этого поистине легендарного инструмента? Многие историки по-разному описывают историю происхождения современной гитары и ее разновидностей. Это неудивительно, ведь первые струны щепкового инструмента, явившиеся прообразом настоящей гитары, появились в глубокой древности. Три-тысячи лет до нашей эры. Рождением гитары, как современного инструмента, можно считать появление классической испанской гитары, национального испанского инструмента. В России на рубеже 19-20 веков большую популярность получила семиструнная гитара. И сейчас в исполнении ансамбля гитаристов вы услышите «Ехал казак за Дунай. Обработка сезонного. Педагог Агапов Евгений Юрьевич». Агапов Евгений Юрьевич. Агапов Евгений Юрьевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Есть на свете страна, зовется музыкой она Созвучие в ней живут и звуки, но чьи их оживляют руки Кто заставляет мир звучать, когда он устает и молчает? Когда он будто бы струна, которая звенеть должна Музыкальные инструменты сопровождают человека всю жизнь Сегодня вы познакомились со многими музыкальными инструментами И классическими, и народными Счастье, когда внутри вас звучит музыка Уже после того, как инструмент закончил играть Значит музыка осталась с вами, в вашем сердце На сцене хоровая студия «Малиновка» Руководитель и дирижер Шребер Светлана Андреевна Концертмейстер Евсеева Екатерина Владимировна Селин, овощи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Малиновка Прим zat Frankenstein АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЯ Аплодисменты 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 исполнит песню Людмилы Ершовой «Белочки». Оль, вон она, наша. Да. О-о-о. Она и сказала, не, она не видит. О-о-о. А, Саша, я хочу приступать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редак прошло на дворе листопад, Наверное, ему может кто-то и рад, А нам бы хотелось вернуться туда, Где солнышко светит и радуга дуга. Радуга, 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 Яркими красками радуги, Отдых по радуге, радуги, Нам пробежаться с тобой. А там мы до ясного солнышка, А там мы до чистого облачка, Плывущим в небе, как лодочка, Легко дотянуться рукой. Кто-то стучит на окошко с утра, А золотиком шпалу идет снег пора, А нам бы хотелось вернуться туда. Где солнышко светит и радуга-радуга. Радуга, 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 Яркими красками радует, Вот мы по радуге-радуге Нам пробежаться с тобой. А там мы до ясного солнышка, А там мы до чистого облачка, Плывущий в небе, как лодочка, Легко дотянуться рукой. Осень пройдет, а за ней нам ворот, Зима прилетит точно в срок, точно в срок, А нам бы хотелось вернуться туда, Где солнышко светит и радуга-радуга. Радуга, 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 Яркими красками радует, Вот мы по радуге-радуге Нам пробежаться с тобой. А там мы до ясного солнышка, А там мы до чистого облачка, Плывущий в небе, как лодочка, Легко дотянуться рукой. Наша встреча подошла к концу. Сегодня мы попрощаемся, Но будем очень рады встретиться с вами Еще много-много раз. Концерт вели Тимофеева Мария И Помочкин Серафимов.